Вы знаете её имя. Вы слышали её голос. Теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж-тайм». Всем привет и добро пожаловать в программу «Стриж-тайм». В ближайший час по обыкновению мы с вами проведём вместе. Сделаем это хорошо. Поженца и честь вашей красоте. Салфет вашей милости, Ксения. Новый год всё близко-близко. Ну а я рада представить долгожданную гостью о сегодняшней программе. Жена Сергея Наговицына. Инна Наговицына. Инна, привет. Добрый вечер всем. Слушенька, привет. Это тот самый случай, сразу хочу сказать, тот самый случай, когда, вот я не могу сказать, не виделись в туалет. Пять дней назад я была на удивительном, душевном, камерном, очень таком сердечном вечере в Перми, который ты устроила памяти Серёжи. 19 лет. Именно ты сделала это 15-го числа, если я не ошибаюсь, потому что сегодня, именно сегодня 20-го, 19 лет, как его нет. И рядышком, вот если сейчас камерой покажут, дочка, 19-летняя Сергея, Женечка. Она не хочет ничего говорить, поэтому, ну, всех, кто любит, да, 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 приветствует и всех, кто любит творчество Сергея Наговицына. Конечно же, интересно увидеть, как же выглядит, как же выглядит. 19 лет, да, 19 лет Женечке. Ей было пять месяцев, когда не стало Серёжей. И вот Женьке 19 лет, и я её взяла с собой, потому что завтра будет Кремль. Да, и вот та песня, с которой начался наш сегодняшний эфир, в исполнении, ну, песня Серёжи, в исполнении Жеки «Тебя», вот, как раз завтра будет новогодняя сказка для взрослых в Кремле. В Кремле. Где ты первый раз. В первый раз. Я просто благодарна, да, я благодарна очень радио-шансон, я благодарна Жене за то, что, в общем, вот такая ситуация получилась, и нашу песню взяли и в эфир, и пригласили и меня, и Жеку выступить с песней «Городские встречи» с Серёжкиной, потому что я знаю, что все эти 19 лет, пока нет Серёжи, его песни очень любимы во всём мире, и хоть через 19 лет, но на самой главной сцене нашей страны будет звучать Серёжкина песня, чему я очень-очень рада. Может быть, со стороны покажется пафос, на мои слова, но на самом деле, ну, немало людей талантливых, в данном случае из жанра, и даже не из жанра, просто артистов там, эстрады и всё, которые в довольно молодом возрасте ушли из жизни по тем или иным причинам, чтобы 19 лет действительно помнили и собирались в залы, и пели эти песни, это действительно так, потому что я видела, единственное, что меня лично огорчило, это о многом говорит, 19 лет, это... Я могу сказать, что когда мой папа ушёл, на год уже никто не пришёл, вот в чём дело-то, вот дело-то в чём. Хотя это был тоже очень народный, не тоже, а вообще это был народный артист, народный любимец, да. Я просто к тому, что память, она так коротка, и жизнь диктует какой-то другой ритм жизни, суетность и так далее, поэтому, и, конечно же, это не без твоей помощи, если бы ты этого не напоминала, об этом, если бы ты не устраивала эти концерты. Единственное, что меня огорчило в этот раз, то, что я была уверена, ведь, во-первых, в шансоне очень много пермяков, земляков Сергея, и пришли люди просто, там, не знаю, спортсмены, милиционеры, просто знакомые, просто... Это делалось всё, это делается за два дня. Это понятно. Вот реально, просто, реально, на самом деле, за два дня просто обзваниваешь своих друзей. Ну, что просто коллеги могли бы заглянуть как-то. Я знаете, вообще хочу сказать, что... Вот меня это удивило. Я хочу сказать огромное спасибо Ксюше, потому что она взяла и приехала. Дело в том, что когда Ксения меня пригласила на радио сюда перед Кремлём, и действительно сегодня вот именно 20-го числа, 19 лет, как нет Серёжи, мы же с Ксюшей знакомы с 2000-го года, но не так часто общаемся. И мне, знаете, так хотелось, потому что я поняла, что на эфире будет совсем мало времени нам поговорить. Поговорить о Серёжке, поговорить о нашей жизни, что происходит у нас с Женечкой. Но мне хотелось Ксюше... Вот она же встречается, она очень интересный человек, и она встречается с огромным количеством людей. Они живы-здоровы, и ты знаешь, ты с ними общаешься, ты знаешь, какая у них жизнь, ты видишь это всё где-то на каких-то... Ну, я не знаю, вот в газетах читаешь, по телевидению, в интернете смотришь, и ты как-то следишь за жизнью, допустим, какого-то определённого артиста. А Серёжки нет, 19 лет на самом деле его нет. И благодаря Женечке, то, что она мне сделала вот эти странички ВКонтакте, в Одноклассниках, мне стали писать люди абсолютно со всего мира. Нам сейчас нужно прерваться. Давай после этого подробно поговорим, как эти 19 лет вы жили. В трёх словах, как у вас всё это? Ну, хорошо. Чуть-чуть попозже. Ксения Стриж в программе «Стриж тайм». Только на радио Шансов. Ещё раз всем добрый вечер, если вы только что решили нас послушать. Кстати, можно и посмотреть, и в Ютьюбе, и на нашем сайте, прямая трансляция, правильно я говорю? Конечно. И вот на «Оклассниках», и в «Контакте», везде. Просто везде, везде, весь мир просто доступен. Инна Наговицына в гостях. Добрый вечер. Инна, смотри, вот 19 лет назад. Вот такая вот история. У тебя 5-месячный ребёнок, девочка. Вот такие вот новости. Жить не хотелось вообще, реально. Жить не хотелось. Я одевала Серёжкины тапочки, накрывалась его халатом и говорила, «Тупичка, ты мне приснись, я просто не знаю, как дальше жить». Вот реально. И вы знаете, ну я ходила с этими мыслями постоянно, что там, я не думала ни о Женьке, я не думала ни о родителях, которые, ну, уже пожилые достаточно. Вот мне хотелось умереть, потому что, знаете, когда-то, я помню, Серёжка приехал после там очередных каких-то выступлений, а у меня отнялась нога. Вот. И я говорю, «Тупичка, вот ты в следующий раз приедешь». Как тебя его звала? «Тупичка». 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 «А он тебя?» «Нюлечка». «Нюлечка» и «Тупичка». Мы как-то с ним строили, мы прожили 8 месяцев на даче. У нас была абсолютно простая у родителей дача, 6 соток. И там домик, который они строили, приезжали вот по воскресеньям, по субботам-воскресеньям и строили шпал. Вот. И этой даче уже было, не знаю, лет 20, наверное. И там не было бани. Вот. И... А брус лежал, половину его уже растащили, этот брус. И мы с Серёжкой туда уехали ранней-ранней весной, уехали оттуда поздней осенью. И мы, короче, начали строить эту баню. 1 июня и 22 июля у Серёжки день рождения. Мы закончили строить эту баню. Но как строить эту баню, никто не знал. Ни он, ни я. И он меня спрашивал постоянно, вот куда вот эти здоровые, вот эти, вбивать эти гвозди там, да, когда там где, что прокладывать. И я ему говорила, ну откуда я знаю? Ну говорю, ты тупьё, тупьё. Да. И вот так вот тупичка. Это всё так тупичка. И я даже не звала его по имени, потому что... Или красота. Вот где-то мы там где-то с ним идём по улице. Красота! Вот я там, красота ты где? То есть это такие были, ну на самом деле, такие обращения, которые... В общем, вот мы построили ту дачу, мы всегда подбирали животных. Вот там Шарулю тогда подобрали, Чернышок, кот у нас. Всех мы животных подбирали вечно, всегда, с Серёжкой. Вот, и в общем, когда... Вот сейчас я приехала, когда к тебе, ты говоришь... Четыре, четыре. Завтра можно приехать ко мне в гости, Ксюшенька, только у меня 85 котов, 13 собак. Я говорю, до свидания. Потому что у котов у меня адская аллергия просто. Так что я у вас в гостях и не побывала. И вряд ли уже побывала. Будем на нейтральной территории. Да, да, да. Нет, у нас четыре кота. Ну это действительно о животных рассказывать, это целая история. Да, это целая история. Серёжкой мы подбирали, у нас кроша была, собака, которой он ставил уколы. И я говорю, он был бы шикарным хирургом. Мы вообще с Серёжкой познакомились вместе в мединституте на стоматфакультете, мы учились вместе. Вот, и потом я его ждала из армии два года, когда его забрали в армию. И после армии он... Когда пришёл, мы поженились. Это был 89-й год. 86-88-й он служил, должен был пойти в Афганистан. Я плакала, сидела на лекциях, говорила, что... А почему ты не пошла-то, говорит, его провожать? Я говорю, так потому что все, кто провожают, они как-то не дожидаются, а я вот дождаться хочу. И, в общем, ну, короче, вот он пришёл из армии, и мы поженились. И начался у Серёжки вот это вот становление, когда он пошёл работать в Горгаз-службу. Я, знаешь, на вопрос твой я закончу быстренько. Он пошёл работать в Горгаз, и он там, в Горгазе, организовал свой ансамбль, группу. Как и в армии тоже так же он организовал свою группу. И он в армии, Серёжка написал за 10 месяцев, они написали в своей группе, они написали 69 песен. 9 из них он посвятил мне тогда в армии. Вот. И он как-то кассету мне присылал, и эту кассету у нас украли из машины. И я вот, помню, у меня подружка попросила её переписать, а я ей говорю, Жанка, ты меня прости, это там как бы лично, и так, да. И я ей не дала. Я думаю, ну почему же я её не дала? У нас эту кассету украли из машины. А я хотела, так думала, вот я же детям, хотя мы даже ещё не говорили о том, что там мы поженимся, или там ещё что-то будет. И я думала, я вот своим детям буду показывать, какие папочка-то мамочки из армии писал песни. Вот. И когда Серёжа не стала, конечно, жить не хотела, жизнь остановилась она вообще. Вот. И как-то я, знаете, была в Закамске, там сидела у юристов. Вы мне говорите, моргайте, когда, да, нужно останавливаться. Должна сейчас, кстати. И сидели с бабушкой, старенькой очень. Она говорит, а что вы приехали из города? Я говорю, вы знаете, очень тяжело. Я можно не буду, у меня мужа не стало, и я можно не буду. Она говорит, а у меня вот сына, знаете, не стало. Через год жены не стало у него. И осталось два мальчика. Одному два, год другому четыре. И, в общем, вот эти мальчики 15 и 17 лет. Мы, в общем, с дедушкой взяли, их сами стали воспитывать. И вот этим летом дедушки-то у меня не стало. А я, говорит, сама в детском доме выросла. И им, говорит, наверное, судьба такая тяжёлая. И я потом, когда ехала в автобусе, и думаю, почему же у меня такие истории случаются, ну, встречаются. И такие серьёзные. У меня вот что было там в кошельке, я все эти бабушке деньги отдала. Тогда ещё телефонов-то не было, чтобы, думаю, взять там этот телефон у неё, да. И я потом еду и думаю. И вот я, знаете, для себя это я поняла, что ты ходишь с мыслями о том, что ты хочешь умереть. А тебе, Господь Бог, да, вот именно вот эту ситуацию послал, когда вот бабушка старенькая, у неё дедушки уже не стало, да. И вот думаю, сколько она её уже давно нет, да. И я думаю, кому нужна будет моя Женечка, потому что родители уже пожилые. И я думаю, кому она будет нужна, моя Женька. И тогда, наверное, мои мысли, они такие пазлы срослись. И я, наверное, в сторону жизни. У меня вот эта жизнь, как я ездила, там, коляски, там, вот эти, в Москву-то... Так вот, закон жизни именно и заключается в том, что она должна, она обязана продолжиться. Вот. И как раз сейчас мы прервёмся, и после этого, как поэтапно, по мере взросления Жени, тебе пришла мысль в голову, и ты записала аж два альбома Серёжиных. В общем, вот это вот всё. Хорошо, хорошо. Стриж Тайм. Снова на Радио Шансон. Инна Наговицына, моя сегодняшняя гостья, ещё Женя Наговицына. Добрый вечер всем. Да, она тут репортаж снимает, прямой эфир ещё идёт и у Инны, и у Жени уже на мобильных... по мобильному телефону. Вот. Ну, а мы, разумеется, естественно, в прямом эфире нас тоже можно наблюдать. И всё-таки год, два, три, пять, ну, понятно, но, ну, ты же понимаешь, нужно. Вот тебе дали знак, что нужно жить на этом всём. Да, да. Что, надо зарабатывать? Да, надо зарабатывать. По-всякому зарабатывала. Я тебе рассказывала, как я зарабатывала. Ездила в Москву, там, колясками. Я помню, приехала на... Ну, это же самые рынки вот эти были. Ярославский вокзал, помню, сдавать вот эти коляски в камеру хранения, а мне вот этот товарищ, который там в камере хранения говорит, фамилия. А я говорю, зачем вам фамилия? Это 2000 год. Вот. Он говорит, ну, у нас сейчас так положено. Я говорю, Наговицына. Он так на меня смотрит и говорит, какая у вас фамилия известная? А я говорю, а какая она у вас тут известная? Она сидит в камере хранения. Он говорит, ну, как, есть же такой певец, известный, знаменитый Сергей Наговицын. Вы что, не знаете? А мне подружка потом сказала, Инуха, а ты рассказала, что ты его жена? Я говорю, нет, я стояла в его спортивных штанах с вытянутыми коленками и не знала просто, как дальше жить. Вот. И это такая жизнь как бы реально была. И потом я ходила там, то выучилась ногти наращивать, ходила по богатым тётенькам. И, да, и делала там всякие маникюры. А кто вот из друзей или поклонников, я не знаю, кто вот первый, кто протянул вот руку, я не знаю, помог, я не знаю, морально, материально, в первую очередь даже, материально, потому что морально это понятно, вот, это очень по-русски. А вот женщина, женщина молодая, которая осталась с грудным ребёнком, в общем-то. Тем, кто помог, я готова, Ксюша, я готова вообще просто до конца дней своих, я вообще буду благодарна и низкий поклон всем ростовским ребятам, городу Ростову, вот, просто это те люди, которые все 19 лет, что нет Серёжи, они всегда рядом. И я знаю, что просто мы вот часами сидели с ними, разговаривали по телефону, люди, которых я не видела никогда, Ксюша. Серёжку они видели всего лишь один раз, когда он в августе приехал. Они просто тебя нашли после случившегося. Приехал к Сашу, да, на день рождения. И потом мы часами сидели, они со мной сидели, разговаривали по телефону, передавая трубки, вот, друг другу, и говорили, что, Инна, ты должна жить, ты должна жить ради ребёнка. Они, конечно же, переживали, что... Я потом с ними познакомилась. Да, и в 2002 году, три года мы разговаривали с ними по телефону, вообще не видя друг друга, и когда... А они боксёры все, и все спортсмены, все серьёзные профессионалы вообще, я считаю, вообще великие люди, просто великие. И в 2003 году, когда был чемпионат Европы по боксу, они приехали. Кто-то прилетел на самолёте, кто-то на машине. И мы, когда они заходили, вот, когда они там с аэропорта мы встречали, я Саша, там, я Миша, я Алёша, я Саша. И вот мы просто вот познакомились, разговаривая три года по телефону, не видя их лиц, они не видели нас с Женечкой вообще в глаза. Когда Женьке было три годика, Саша мне звонит и говорит, Инна, у вас есть там Динамо? Я говорю, да, есть Динамо. Вот там есть гимнастика художественная. Вот идёте на Динамо, занимаетесь художественной гимнастикой. Там, говоришь там к такому-то тренеру, от такого-то тренера. И я просто вот реально те люди, которые там нас каждый год отправляли на море, каждый год отдыхать, потому что у нас не было таких возможностей. И когда ты прилетаешь или приезжаешь на поезде, вот у нас тогда сутки поезд про, вообще, где-то мы в пустыне остановились, да, и там мы ехали. Мы потом собрались, я половину вещей оставила, короче, в купе, и они нас сутки сидели на вокзале ждали. И вот все серьёзные люди, они всегда нас встречали с розами, которые, вот они такие в росинках прямо, да. Или там мы, когда из аэропорта в аэропорту, допустим, прилетали, ты идёшь по площади, а из всех киосков Серёжкины песни поют. Ты понимаешь, что это ребята, которые подошли, да, вот договорились с киосками, и мы, а я, допустим, там пока летела в самолёте, а я писала там им письмо. Ты понимаешь, что ты где-то близко Господу Богу из Серёжки, да, и писала им письмо благодарности, потому что реально ты не знаешь, как жить вот в этой ситуации просто. Так, Иноха, спокойно, сейчас мы знаем, что на мокром месте глаза, но это постоянно, вообще слёзы близко. Просто я им низкий поклон, потому что те люди, без которых, наверное, я бы не выжила, это реально, просто. Я всегда им говорю, что вы ангелы-хранители, которые стоят за нашими спинами, а те люди, которые в любое время дня и ночи, ты можешь позвонить, и я знаю, что они сделают всё, что от них зависящее. Всё сделают, и я понимаю, что... Да вообще я им очень благодарна. Давай послушаем песню, Серёжа. Да, давайте. Сергей Наговицын. В эфире Стрештай. Инна Наговицына, гости программы «Ин и», собственно, к песне, ведь чем только не занималась. А ещё можно к тюшеньку, да? Сейчас у нас очень мало времени, потом у нас будет очень большой блок, и мы там по всему. А сейчас я просто хочу, вот именно, чтобы ты сказала, кто тебе подсказал, или как ты сама решила, и по какому принципу ты выбрала те песни, которые ты решила исполнять. И вот это вот всё. Лет, наверное, через семь, после того, как не стало Серёжи, много ведь людей, ну, то есть, со многими ты не видишься, со многими не общаешься, и совершенно случайные какие-то ситуации происходят. И пришёл к нам в гости, пришёл Витя Романов, он говорит, Инна, я написал в памяти Серёжи песню «Послушай». Он пришёл, ну, в общем-то, может быть, со своей какой-то, да, там, темой, вот. И он говорит, Инна, ведь Серёга хотел, чтобы ты пела. Серёжка реально хотел, чтобы я пела, и мы даже придумали у меня какой-то образ, говорю, там, с мундштуком, хотя я не курю, да, такой какой-то такой образ, такой, да, мы. Вот. И он говорит, вот сейчас, Нюлечка, последний альбом записывай, будем тебе записывать, потому что все песни мы, конечно, пели с ним вместе всегда, да, вот. И нам всегда говорили, а что ты, Инна, там, не поёшь? Ну, это же семья, да, и, в общем-то, наверное, конечно же, есть один человек, который он, во-первых, пишет, и есть человек, который сам поёт и пишет, и творчество его – это самое главное. Вот. И пришёл Витя Романов, он говорит, Инна, а что ты не хочешь? Ведь, ну, Серёга хотел, чтобы ты пела, давай попробуем одну песню записать. Почему выбор пал на свиданку, я не знаю, Ксюшенька, почему-то, вот она тогда легла мне так на душу, и мы записали эту песню на свиданку. И я пришла, перенесла эту песню к Вячеславу Дмитриевичу Зубкову. Замечательный, просто низкий поклон этому человеку, наверное, благодаря ему, вот я сейчас нахожусь у тебя, буду завтра в Кремле. Это человек, которому я очень тоже благодарна и признательна, благодаря ему вот эти два альбома записались вообще. Когда я ему принесла песню на свиданку, у него, в общем, слёзы на глазах появились, он взрослый, очень такой серьёзный человек, он говорит, «Инуха, что ты делала все эти годы? Ты давай пой, мы тебе поможем». Поможем, потому что творческим людям у них всегда, в общем-то, с деньгами проблемы, да. И записать, как мне вот часто пишут и говорят, «Инуха, Инна, когда будут следующие альбомы?» Для меня это всё непросто, это всё всегда упирается в средства, в деньги, которых, в общем-то, и нет. Поэтому встречаются в жизни какие-то вот такие люди, да, которые помогают творческим людям как-то вот так вот вырасти, да, творчески. И я записала вот эти два альбома, записала эти два альбома, и вот так, наверное, получилось. Потом я вот эти два альбома записала, сначала один, он появился, со мной рекордс-компания заключила договор. У меня есть такой. И выпустили, да-да-да, один. У меня один есть, да, это мне дарил. Он записался сразу же, но в интернете он появился гораздо позже. И я потом стала, это больше, наверное, тоже частные такие приглашения, да, потому что у меня нет, интернета вообще у нас тогда не было, вот, и никаких компьютеров у нас не было. И просто ты живёшь и живёшь, и те, кто знают, они, в общем-то, приглашают, да, вот, допустим, я у Вячеслава Дмитриевича на днях рождения бываю, да, и там люди те, которые приезжают к нему из разных городов. Цыганская почта, как это называется. Да, 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 наверное, вот так вот. И я просто благодарна и Вячеславу Дмитриевичу Зубкову, Федерации самбо, и Владимиру Ивановичу Плотникову, у которого завтра день рождения. Это те люди, которым, благодаря которым вот за эти 19 лет, те вечера памяти, которые я проводила в нашем городе, в Перми, я вот этим людям, ну, благодаря им проводила, потому что аренда, там, зал, свет, звук, это всё огромных денег. Привезти артистов, пригласить, это всё непросто совершенно. Ну, это те люди, которые всегда откликаются, всегда помогают, вот. И, в общем-то, вот так началась такая моя музыкальная, творческая... Заканчиваем, да? Жизнь. Жизнь, да. Ты на меня не обращай внимания, заканчивай, это мы же с ним партнёры, у нас тут своё колдовство, да, но мы сейчас действительно... Потом я хочу сказать, что... Сейчас ты скажешь, сейчас мы прервёмся, вот, мы прервёмся, и потом у нас будет довольно-таки большой, но, правда, последний на сегодня выход в эфир, вот. Но я думаю, что мы успеем как-то... Я так благодарна, Ксюша. Подожди секундочку, так, секунду, мы зарабатываем деньги. С Триштайм. Инна Наговицына, моя сегодняшняя гостья. Добрый вечер. Да, продолжаю разговор, и о том, куда ты вырулила сейчас, и, в общем-то, ты артистка. Да я бы так не сказала, Ксюша, что я такая артистка, да, гастроли, гастроли, они были реально, действительно, вот мы объездили 18 городов, посчитал Юра Таёжный, 18 городов мы проехали с вечерами памяти Михаила Круга, я очень благодарна Илёне Телешеву, Игорю Слуцкому, замечательному, великолепному... Да, вы в этой компании ездили, да? Юра Кузнецов-Таёжный, Оля Медведева и Филипп, который это всё организовал, мы ездили по городам, и я говорила реально, что я видела Михаила, вот тогда только в 2000 году, вот на Звёздной Пурге, он прошёл такой могучий, великий, да, вот прошёл мимо по коридору, и с Серёжкой они нигде тоже не пересекались тогда, вот не успели, но Оля мне говорила, что и музыканты потом Михаила говорили, что он очень с уважением относился к Серёжкиному творчеству. Но ты вот с этими двумя альбомами, со своей программой... Да, и вот я так, и меня пригласили, мы ездили, и я, там ребята ведь Лёня, он, допустим, знал там, да, Мишу, а я выходила и говорила, но это два человека, два таких реально легенды этого жанра, да, вот, которые всегда говорю, что песни Серёжкины, они, наверное, как снежный ком, наворачиваются на стержень нашей жизни, увеличивая с каждым днём, с каждой секундой, наверное, количество поклонников Серёжкиного творчества. Потому что, ну и творчество Михаила, я тогда ездила, да, со свечами памяти Миши Круга. Я просто хочу сказать, что ведь пишут реально и подходят, допустим, на концертах очень много людей разного возраста. Это не то, что наше поколение, которое было, оно, значит, там слушало, и оно всё и осталось там, допустим, и оно ушло. Дело в том, что пишут очень много молодёжи, молодёжи вообще, девчонки, мальчишки, там 18 лет. Ну, всё правильно, 18 лет, Серёжа не 19, если их родители, вот, 19-летняя Женя, то есть вот, если их родители слушали эти песни, то, разумеется, они на них выросли, это же, в общем-то, логично. И пишут, когда, там даже спрашивают бывает, ой, а сколько тебе лет было, там, а чё, что ты такой маленький? И реально очень много людей пишут, вот я в 6 лет, 6 лет, это то есть, я так понимаю, что с папой, с дядей, с братом, он ехал в машине, ребёнок услышал, и потом на протяжении, я как-то, у меня был концерт здесь, в районе Рублёвки, вот, и подошёл... А уж ты матушка! Да, 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 вот, и подошёл... Матушка, да ты блатная! Ой, Ксюша! Вот, и подошёл молодой человек, 23 года, Валера, если ты слышишь, привет тебе огромное от нашей семьи, он подошёл и говорит, Инна, вы знаете, я сам из Челябинской области, вообще, у нас пятеро детей в семье, и я, говорит, вот в прошлом году я приехал к Серёже на могилу, я, говорит, 6 часов просидел, проявил, то, что я, наконец-то, добрался до человека, вот, он говорит, я учусь, там, на кого-то депутата, да, в институте. Учусь на депутата? Ну, в каком-то в институте, в общем, в серьёзном таком институте учится. Вот, потом он говорит, я работаю в аудиосалоне, продаю машины начальником каким-то ко мне, даже относятся, ой, то есть по имени-отчеству обращаются ему, 23 года было на то время, когда мы с ним разговаривали. Когда, говорит, в детстве я, в 6 лет я слушаю песни Сергея Борисовича, 8 лет, я, говорит, заработал первые деньги, чтобы купить его альбом, 8 лет ребёнок сам заработал, значит, он мне показал этот альбом, потому что он меня потом вёз дома до гостиницы, и он говорит, мне родители, ну, меня запрещали, говорили, что какие-то песни там слушаешь, мало ли там не по той дорожке ты пойдёшь. Вот, сейчас, говорит, я женился, у меня скоро родится ребёнок, он у него уже родился ребёнок, Валерочка, привет всей твоей семье, у меня, говорит, бабушка, дедушка, мама, папа, сейчас все слушают песни Сергея Борисовича, и всё, что я в этой жизни добился, всего, что я в этой жизни добился, я благодарен песням Сергея Борисовича. Для него он Сергей Борисович, да, и я ему ещё сказала, Валерочка, становись депутатом, нам такие депутаты очень нужны, то есть они не мне нужны, а они нужны стране, те люди, кто слушают песни Серёжки. Я всегда говорю, что для песен Серёжиных нет ни возраста, ни профессии, абсолютно. И 80 лет бабушки, да, после концертов подходили со слезами на глазах, и молодёжь любят и слушают песни Серёжи, и даже, вот там, независимо от профессии, где там, допустим, я выступала и перед учителями, и перед врачами, и перед там полицией, допустим, да, или перед прокурорами, да, перед заключёнными. И вот это целая, конечно, страничка, вот такая, наверное, моя творческая. Смотри, как летует, там же, вот ты рассказывала, в фильме буквально два слова, просто мне кажется, это важно, новый памятник Серёжи, который сейчас кованый, вот то, что ты говорила. Да, это просто огромный привет, низкий поклон Иркутску, и замечательным людям, которые... Подарили это. Там, да, которые там находятся, и это просто пришла около тонны, вот этот груз, там будет оградка кованая вся, вот там нотка, из ноток так она соткана, это оградка. Как нотный стан, скамеечка. Да, скамеечка, гитары из неё выходят вот так вот, ну, как бы из гитары выходят вот эти струны, и тоже вот эта спинка вся, она тоже с ноток, потом столик там тоже с такой нотной вот этой книгой, как бы, да, и над входом будет висеть кованая гитара, символ, ну, вот Серёжкиными и Сергея Ноговицына, СН, и это просто вот, ну, такое грандиозное сделали ребята. Там даже, по-моему, с крыши как беседка, что ли, да, да, кованая беседка. Грандиозные будут обвиты вот таким плющом, то есть это просто такую работу сделали ребята, и вот ИК-6, город Иркутск, огромный низкий поклон, да, огромное спасибо за то, что вот это, потому что люди видят, переживают и понимают, что, ну, да, реально как бы тяжело, реально это всё непросто, всё это сделать, да, одному человеку, и вот те люди, которые вот это всё видят, понимают, они рядом, да. Инка, всё, наш эфир, наше время истекло. Да ты что? Да, карета превращается в тыкву. Это 7 минут и всё? Да, да, это всё, это вот так вот, вот такое вот. Да, и всё это уже закончилось? Да, всё закончилось, поэтому я тебе желаю завтра прекрасно, распрекрасно выступить в Кремле. Ой, спасибо, Ксюшенька. А послезавтра я жду вас у себя в гостях дома. Огромное спасибо. Вот, потому что послезавтра мы уже посидим, поболтаем в домашней обстановке, а потом мы вас посадим на самолёт. И привет. Да, спасибо, Ксюша, спасибо тебе огромное за то, что ты всегда, вот так с душой, да, относишься к нам. Спасибо тебе огромное. И спасибо Радио Шансон за то, что пригласили именно в этот день, 19 лет, Нет Серёжки. И спасибо, что Радио Шансон, все вот песни звучат. Песни звучат, и действительно, 19 лет Нет Серёжи, а они по всему миру. Всегда говорю, что он разлетелся. Это правда, сейчас параллельно идёт и прямой эфир. Из разных уголков нашей страны, и ближнего зарубежья, и дальнего, приходят Инке привет и какие-то пожелания и так далее. Пашенцы, спасибо тебе большое. Спасибо, Паша. Счастливо тебе доработать эту неделю. Спасибо, Паша. Огромное вам спасибо. Следующая неделя у нас эфирная, последняя в этом году. Заключительная. Да, заключительная, да. Так что встретимся вот на следующей неделе во вторник, в общем-то. До новых встреч. Пока. Вы знаете её имя. Вы слышали её голос. Теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж тайна».